С вами снова портал Инсургент. Сегодня продолжается кельтский праздник Самайн в пабе Гластенберри. Вот можно видеть уже гостей фестиваля, нарядных, радостных и слышать кельтскую музыку. Вы сегодня первый день на фестивале? Да, первый. И как ваши впечатления? Я пришла где-то час назад, но пока здорово, красивая музыка. Немножко успела потанцевать, посмотреть ярмарку, выбрать себе V-Stows. А вы до этого бывали на подобных фолк-фестивалях? Да, я на этот уже не первый далеко год хожу и на Патрика сюда приходила. То есть уже, наверное, год четвертый. А как на ваш взгляд, фестиваль меняется? Ну, в целом, скорее, да. То есть позапрошлым году было очень много народу, мы не могли ни вещи в раздевалке разместить, ничего было очень плотно. А расскажите... Сейчас, ну, периодически бывали еще мастер-классы по танцам, в этом году их почему-то нет. Немножко не хватает, честно говоря. А расскажите про ваш замечательный образ такой вот, прямо интересный и сказочный. Ну, это, наверное, образ какого-то лесного духа или что-то в этом роде, лесной фейс. У меня есть рога. Не знаю, что вы про него рассказываете. Просто такой собирательный образ осенний в духе Самайна, в духе этого праздника. Мне бы сказала, что такое атмосферное. Себя надеть, собрать что-то такое и осеннее, и волшебное, и немножко такое мистическое. Потрясающе. Спасибо вам огромное. Анна, мастер Аквагрима, расскажет нам немного о своей работе на фестивале Самайн. Как давно вы сотрудничаете с организаторами фестиваля? Если я не ошибаюсь, то уже шестой год. И как впечатление, вот с годами что-то изменяется в самом фестивале, в вашей работе? Фестиваль увеличивается, в нашей работе, мы совершенствуемся каждый год, лучше у нас получается. Это для нас не работа, а хобби, подработка. Здесь на фестивале это прямо любимый отдых, можно сказать. У вас своя мастерская, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. У нас есть группа, формат творчества называется. В основном ее ведет моя сестра. Мы рисуем аквагрим, мы рисуем детский аквагрим на праздниках. Также разрисовываем меловые доски в кафе, стены, татуировки, хной мы рисуем. Ну, вот такое вот. Скажите, пожалуйста, вот, например, на Самайн тематика аквагрима, она как-то вот, наверное, какая-то особенная. Ну, это фэнтези аквагрим, в общем-то, мы воплощаем то, что каждый приходит к нам с каким-то своим запросом, с его фантазией. Мы можем сделать, ну, практически все, вот, все, что хочется. Это каждый раз что-то новое. Конечно, у нас большая теперь база этих рисунков различных, но чаще всего люди обращаются за чем-нибудь оригинальным. Здорово. Я хотела еще добавить, что, кроме всего прочего, мы еще рисуем на гитарах. У нас есть серия гитар, мы разрисовываем что акустики, что электрогитары. А мой муж, собственно, работает по изготовлению гитар Шамрая. А музыканты обращались к вам, кому-нибудь вот из известных, можете назвать? Ну, Шамрая очень много разных музыкантов, кто это не конкретно к моему мужу, а конкретно ко всей фирме. Ко всей компании Шамрайт. Да, обращались, не знаю, Ленинград, Макаревич, Лоза и так далее. То есть это большая компания по изготовлению гитар. Потрясающе. А что вот для вас лично аквагрим вообще, вот, даже не знаю, как это лучше сказать. Ну, вот, какие вы чувства испытываете, когда вы вашу работу исполняете, воплощаете в жизнь, вот, как-то так? Ну, для меня это лицо фестиваля. В первую очередь мы разрисовываем лица, хотя не только, другие части тела тоже. Но в первую очередь это вот лицо самого фестиваля. Вся эта вереница лиц, она создает, ну, неповторимый образ. Каждый год немножко новый. Когда я их вижу потом в толпе, ну, это очень радостно и очень, меня очень впечатляет, как в общем фестивале. Спасибо вам огромное. С нами группа Village Band. Волос Band. Волос. Волос. Расскажите, пожалуйста, как ваши впечатления о сегодняшней публике фестиваля Самайн? Мне кажется, с каждым годом, с каждым годом Самайн становится все круче, все прикольнее. Вот мы прямо вот играем здесь часто и каждый раз я вижу какой-то рост фестиваля. Мне кажется, что организаторам нужно пожать их мужественную руку за это. Очень классно. Вообще у нас было полное впечатление, что мы находимся на каком-то, не знаю, каком-то домашнем празднике отчасти Волос-Фрэн, потому что мы видели столько уже родных лиц наших слушателей около сцены. Это было просто потрясающе. Как вам кажется, вот что-то меняется с годами вообще в организации фестиваля для участников? Для участников что меняется? Ну, нам кажется, что становится гораздо больше географии и разнообразия. Это здорово. Больше разных жанров, больше разных стилей. Для зрителей, в первую очередь, это возможно увидеть просто, не знаю, вернисаж такой. Группы из разных концов страны, группы из зарубежья, ирландские группы, как бы география расширяется. Ирландские, шотландские группы и... Организация становится лучше, но я уже это говорил. А по какому принципу вы сами подбираете репертуар именно Носомайн? Ну, естественно, в Носомайне у нас очень много песен про разных сказочных, страшных существ. Это и ведьмы, и тролли, и так далее. И ведьмакей, и русалки, и все такие прочие. Так получилось, что у нас недавно вышел клип на песню «Русалка», как бы, и поэтому люди слушают эту песню. Ну, песня вроде как на коне, и поэтому, видимо, нам так приятно играть Носомайне на таких вот мероприятиях. То есть чувствуют, да, атмосферу? Да, мне кажется, да. Мы вообще-то веселые, но просто песни у нас мрачные иногда. Ну, в этом тоже есть своя какая-то изюминка, наверное. В общем, да. Как вам кажется, сегодня праздник получился? Мы думаем, что да. Когда нам позвонили с ужасом, сказали, ааа, билетов больше нет, как нам купить билет на субботу? Мы поняли, что праздник уже получился. На самом деле, праздник получается, он сейчас получается, он будет получаться еще час, два и так далее. Он просто... Весь этот вечер он получается. Спасибо вам огромное. И удачного вам вечера. И настоящего праздника. Вы первый раз на фестивале? Это уже четвертый наш раз на Самайне. Так что мы уже по традиции сюда приезжаем. Каждый раз очень ждем, потому что Самайн – это какой-то уникальный фестиваль. И уникальная атмосфера. И, я бы сказала, уникальный подход организаторов к организации этого праздника. Они настолько чутко относятся вообще к зрителям, к музыкантам. Невероятное просто отношение Федора Воскресенского к этому, к всему. И поэтому все это получается, потому что люди, которые это делают, они действительно горят этим. И они настоящие во всем, поэтому и фестиваль тоже чудесный. А как вам сегодняшняя публика, которая вас именно сегодня слушала непосредственно? Публика потрясающая. Нас так тепло принимали, это очень приятно. Люди ждут, люди поют наши песни. Это просто невероятное чувство, когда люди знают слова, когда они попивают, когда они машут огоньками. Это очень вдохновляет, это заряжает. И потом вот этот заряд, который ты отдаешь много на сцене, но то, что ты получаешь, тебя потом заряжает очень долго. То есть ты приезжаешь домой, а ты все еще ууу. Это классно. А как вы думаете, пришли ли легенды из ваших песен на сегодняшний праздник? Я думаю, каждый человек, который пришел, он отдельная легенда. Потому что каждый... Мы видели эти глаза, и у каждого явно какая-то очень... Есть красивые истории, и каждый несет в себе это, так что наши легенды откликаются точно в сердцах людей, и мы вместе создаем и оживляем эти легенды вместе со слушателями. Спасибо вам огромное! Нам удалось во второй день фестиваля поговорить с ведущим Федором Воскресенским. Скажите, пожалуйста, вот два дня праздника, есть ли какое-то различие между ними, между самими двумя вот этими днями, может, по репертуару, по настрою какому-то? Это различие очень простое. Это история, когда день продолжает ночь, а когда два дня продолжает третий. Потому что, создавая эти два дня празднования Самайя, мы внезапно придумали еще и третий. После пятницы и субботы всегда происходит воскресенье. А понедельник и не наступает. Это два десятка разных команд, по десять, каждый день. Это сумасшедшая география. Это настроение здесь и сейчас. Это ощущение, когда внезапно музыканты четырех разных групп оказываются за одним столом с музыкальными инструментами и создают, после двух сцен, на которых одновременно звучит музыка, залы Даут и зал Наут, они превращают пространство на первом этаже в настоящий ирландский паб. И прямо сейчас здесь, в соседнем зале, происходит невероятный джем-сейшн. Да, это разные дни. Да, это разные ночи. Да, это двадцатое празднование Самайя. Но самое главное, что эта история не завершается двумя днями. А расскажите, пожалуйста, про эти залы Даут и Наут. Как они переводятся? Имена двух кельтских курганов. Им больше пять тысяч лет. Старше пирамид. Вообще их три. Даут, Наут и Нью-Грэндж. Но мы просто предлагаем людям честную, безупречную игру. Когда они ловят течение между двумя курганами. Эти ночи — это пространство надмирное. И мы сейчас не существуем в том пространстве, которое есть с понедельника по пятницу. А музыка, она как-то различается именно по залам? Один зал — это лес, это удивительные рассказы около костра. Это люди, которые ткут музыкой утро. Другой — это беспощадный пламень, плясок. А что нужно, чтобы сохранять тепло после Самайя, в зимний период? Внутреннее тепло, огонь, сердце. Что для этого нужно? Встретиться с роднёй. Здесь собирается фолк-клаб. Знакомые и незнакомцы. Люди, которые знают друг друга в лицо, но не знают по именам. Люди, которые сплетаются запястьями и в хороводе врастают корнями в землю. Этого достаточно для того, чтобы дожить до весны. Спасибо вам огромное. В 20-й юбилейный Самайин мы можем видеть самых юных участников фестиваля. Скажите, пожалуйста, для них это первый фестиваль? Нет, для обоих это не первый фестиваль. Для Васки это первый. Почему беременный? Он ходил на Патрика. Я вижу, их уже загримировали. Как вообще они целый вечер в атмосфере праздника? Как себя чувствуют? Ну, ребят чувствуют себя прекрасно. Нет, Дима, я помню, как я тут была. Вот, Дима всё помнит. Они периодически выходят гулять, потому что мы работаем здесь. Мы находимся здесь весь фестиваль полностью. С часу дня и до упора. Поэтому, конечно, детям здесь всё это время постоянно получается долго. Поэтому периодически они с папой со мной выходят гулять. Мы гуляем, потом возвращаемся сюда. А как, ребята, музыка звучащая здесь? Нормальная. Нравятся музыканты, да, у нашей? Нормальная. Здорово. Тебе здесь весело? Да. Как вы думаете, в дальнейшем, когда дети расти будут, как им будет близка по духу эта музыка или нет? Я думаю, да, что это всё от родителей перенимается. Поэтому с молодых когтей слушать кельтский полк и прочую неформальную музыку. Ну, я думаю, на попсу они не пересядут. Спасибо вам огромное. Спасибо нашим маленьким слушателям. Я надеюсь, действительно, что эта музыка будет передаваться из поколения в поколение. Спасибо. Спасибо.